Государственная Дума продолжает дорабатывать законопроект об утилизационных сборах с автомобилей. Если раньше предполагалось, что от уплаты освободят импортеров с развитой дилерской сетью на территории страны, то теперь принято решение обложить сбором все машины, которые ввозятся в Россию. На новые автомобили, ввезенные за рубежа, планируется установить сбор от 20 до 45 тысяч рублей, в зависимости от объема двигателя. За поддержанные легковушки придется выложить от 40 до 600 тысяч. В Красноярске иначе как новым побором его и не называют. Автомобили и так дорожают, как на дрожжах, а с принятием нового закона горожан ждет новый скачок цен. Платить сразу заведомо какую-то стоимость за новый автомобиль, я не вижу смысла для себя точного. В России у нас пока нету никаких проблем с социализацией машин. У нас любой автомобиль, какой бы старый ни был, продается, либо разбирается в запчасти. И тут, естественно, процесс идет, и пока проблемы я в этом не вижу. Фактически новый сбор никакого отношения к утилизации автомобилей не имеет. После вступления в ВТО России придется постепенно снижать пошлину на ВОЗ иномарок с нынешних 48% до 15%. Сбор вводится для компенсации выпадающих доходов бюджета. Сейчас в нашей стране утилизация машин носит формальный характер. Написал заявление в ГИБДД, принес документы на авто и все. Сдавать машину на специальное перерабатывающее предприятие не нужно. Зачем платить за утилизацию, если она не проводится, эксперты не понимают. В базу вносятся данные, что данный автомобиль утилизированный, больше не существует. Оставить его можно хоть во дворе, да? Да, можете использовать его в любом, как говорится, как хотите, в своем усмотрении. То есть не обязательно ввести его на какой-то пункт? Нет, ввести не обязательно, даже документы не нужны, если документы пришли в неугодность или утеряны. Также госномера, все это процедура производится без транспортного средства и документов. Официальные дилеры иномарок в Красноярске пока не комментируют введение утилизационного сбора. Они ждут реакции поставщиков и официального вступления в силу законопроекта. Отмечу, что новый сбор не придется платить с машин, собранных на территории России. Так что его можно считать новой мерой поддержки отечественного автопрома. Но почему за эту поддержку должны платить граждане своего кармана, задается вопросом предприниматель Жан Макарчан. Если бы наше правительство взялось и само стало дотацией делать к заводу АвтоВАЗ и другим заводам, которые производят машины, а не за счет нас, не за счет населения, это было бы более правильным отношением к населению, к автовладельцам. Кстати, подобный сбор уже действовал в России в период государственной программы утилизации. Но тогда, за то, чтобы пустить машину под пресс, необходимо было заплатить всего 3000 рублей. Подобный сбор также существует в Европе. Его размер около 100 евро. Добавлю, что по мнению руководителя Комитета по промышленности Государственной Думы, законопроект об утилизационных сборах реально принять до конца этого лета. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontova.ru. Виталий Поляков, Алексей Егоров. Афонтова новости. Геканат. Продолжение следует...